Личная жизнь Саши Савельевой из-за популярности фабрик часто становилась объектом всклетен в глянцевых изданиях. О ранних романах участницы поп-группы известно немного. В 18 лет девушка познакомилась со звукооператором, который недолго был ее парнем. После успешного начала певческой карьеры Саши их пути разошлись. Вскоре в жизни девушке замаячила фигура Дениса Шашкина, вокалиста из группы «Дискомафия», но и этот роман оказался коротким. В 2007 году на съемках развлекательного телепроекта «Ледниковый период» Саша Савельева познакомилась с российским фигуристом Алексеем Ягудином, который стал ее партнером по шоу. Между артистами завязвались романтические отношения, которые даже были удостоены премии «Брачная сплетня года» в номинации «Брак 2007 года». Но через полгода пара рассталась и Ягудин ушел к фигуристке Татьяне Татьяниной и через два года стал отцом. Певица недолго оставалась в одиночестве в феврале 2008 года на вечеринке в караоке-клубе. Она познакомилась с актером Денисом Сафроновым. После мимолетной встречи артист раздобыл телефон девушки, продюсера Алексея Воробьева, Катерины Гещин-Вальды, с которой дружил. Признание в любви последовало. Уже на первом свидании Кирилл произнес заветную фразу «Ноеврите». Вскоре роман перерос в нечто большее и в 2010 году Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились. Церемония состоялась в сказочно красивой московской усадьбе Царицыно. Время от времени в желтых изданиях и соцсетях появляются слухи, что пара рассталась. Очередной раз о разводе звездных супругов заговорили весной 2016 года, но и в этот раз Саша Савельева опровергла ложь, рассказав журналистам, что они с мужем долго хохтали, прочитав в одном издании о разводе, а в другом о том, что скоро поженятся. То, что между супругом и мир согласия, подтверждает продюсер Игорь Матвиенко, который просто описывает формулу счастья Саши и Кирилла. Он снимается в кино, а она поет песни. И все у них хорошо.